Приветствую всех зрителей, вышла наконец ветка британских линкоров, давненько у нас в игре ничего не выходило, французы очень давно, как по мне, уже зарелизились и наконец-то хоть что-то есть новенькое. И в этом видео как раз расскажу впечатление о кораблях до 6 уровня включительно. К сожалению на 3 уровне мне поиграть не получилось вот никак, потому как в самом начале были гигантские просто очереди из линкоров, там по 300 и более кораблей, поэтому я немножко подождав в очереди все-таки плюнул на это дело и за свободку сразу же взял Ориона. Но насколько я помню по тесту, в общем-то 3 уровень Беларапон, ну достаточно нормальный линкор для своего уровня и понятное дело, что можно на нем играть, что-то делать, но опять же не знаю, 3 уровень это уж слишком как-то мелкий уровень, такие уровни мне особо не нравятся. Поэтому хорошо, что я взял за свободку 4 уровень Орион, тут уже все было намного веселее и действительно отыграв несколько боев, кораблик мне достаточно понравился. Во-первых, на нем достаточно свободно, если аккуратно и эффективно играть, можно набивать около 100 тысяч домашки, что понятное дело для 4 уровня очень хороший показатель. Все-таки у нас калибр 343 мм, 10 орудий и в общем-то самое главное, что льготный уровень боев, то есть попадаем мы максимум к пятеркам. Соответственно противники не лютуют, авики тоже против нас попадаются все с автосбросом, поэтому и авиация нам не так страшна, потому что с ПВО у нас не все хорошо. И в общем от Ориона у меня остались вполне приятные впечатления и так, чтобы выйти в песочек немножко понагибать, данный линкор вполне для этого подходит. На пятом уровне Айрон Дюк, по сути говоря, развитие Ориона, немножко нам накинули ХП, те же орудия, тоже расположение башен, поэтому кораблик играется примерно так же, с одним только лишь минусом. То, что это уже пятый уровень и льготные бои у нас уже закончились. Если мы попадаем на Айрон Дюке в топ, то все хорошо, понятное дело, что кораблик вполне эффективный, все-таки линкоры и можно нормально нагибать, выносить домашку. Но вот если мы попадаем вниз списка, то тут, конечно, у нас уже не хватает дальности, авики, понятное дело, мы для них корм, потому что с ПВО у нас все достаточно печально. И поэтому, скажем так, от Айрон Дюка двойные впечатления. С одной стороны, в топе кораблик достаточно хорошо себя чувствует, но если вы попадаете вниз списка, то тут уже все будет зависеть не только от вас и от команды, потому что в одиночку, находясь внизу списка, понятное дело, вы не сможете особо на нем прям там вытаскивать и решать как-то в боях. Хотя, может, у кого-то получится, но, к сожалению, у меня не получалось. Ну и самые главные, скажем так, недостатки британцев на этих уровнях, это, во-первых, конечно же, низкая скорость хода, кораблики достаточно медленные, в районе там 22, ну, может, если с флажками, там чуть больше узлов. Поэтому, ясное дело, что дистанцию боя мы практически никому не можем навязывать, все навязывают нам дистанцию боя, и если до нас уже докопался какой-то крейсер и так далее, то пытаться как-то от него уйти, свои правила навязывать у нас не получается. Ну и второй момент у всех британцев до шестого уровня включительно, очень медленные башни, 72 секунды, у нас в стоке поворот на 180 градусов, и, конечно, это немножечко печалит, напрягает и играть достаточно сложно. Особенно в маневренный бой, если вы захотите быстро перекладывать башни и так далее, то это не получится. Сейчас будут очень долго они поворачивать, и, по сути говоря, на какое-то время вы будете терять свою огневую мощь. Поэтому тут мастер-наводчик на британцах до шестого уровня включительно, конечно же, обязателен. Ну, если, может, вас не напрягают такие медленные башни, то можно, конечно, играть и без него, но все-таки для меня это напряг. Как привыкаешь на уже более высокоуровневых кораблях к более шустрым башням, особенно если взять немцев, то там они вообще вращаются практически, как у крейсеров. И, конечно, после этого британские линкоры, скажем так, вызывают негативные в этом отношении впечатления. Ну, и после пятого на шестом уровне у нас расположилась Квин Элизабет. Тут, опять же, такой типичный утюжок, то есть у линкора не очень большая скорость, максималочка у нас всего 23,5 узла. Поэтому, опять же, кораблик достаточно медленный. Медленные у нас также башни, как я уже и говорил. И, по сути говоря, это, скажем так, не премиумная копия британского линкора War Spite. Но у War Spite, если кто не в курсе, все-таки апнули скорость поворота башен, и теперь они крутятся достаточно весело. А вот у нас башни как раз оставили так, как когда-то они были в релизе на War Spite, и поэтому, конечно, немножечко это доставляет дискомфорта. По боеспособности здесь у Квин Элизабет все достаточно нормально. 55 тысяч 300 очков боеспособности. Ну, достаточно хороший показатель на уровне. Не самый худший. Броня тоже в порядке. Есть и ПТЗ, так что, в принципе, кораблик по живучести, бронированию и так далее ничем не хуже остальных кораблей на уровне. Ну, и самое главное, что у Квин Элизабет это, конечно же, 4 двухорудийные башни калибром 381 мм. То есть, это самый большой калибр на уровне. У нас достаточно хорошая вероятность поджога 35%. Урон с фугасов 6300. Как и у всех британских линкоров пробитие 1,4 калибра. То есть, мы можем пробить порядка 90 мм в броне. А если поставим инерционный взрыватель, то того больше. То есть, сможем пробивать, уже выбивать цитадели у картонных крейсеров. Таких, как британцы, та же Дука Даоста, ну и, возможно, какие-то советские крейсера. А также у нас ББшек 11400 урон. Что тоже очень даже хороший показатель. У того же Нельсона, например, с калибром за 400 мм 12000. То есть, наш калибр, конечно, хорошее орудие. Имеют мощное вооружение. Но, к сожалению, башен у нас всего лишь 4 ствола, 8. Поэтому, конечно, например, по сравнению с тем же Фусо, именно количество стволов немножечко не хватает. Ну, в принципе, так, линкор достаточно интересный. И на нем, если играть с умом, то есть, применять где надо бронебойные снаряды, когда надо на британцах обязательно переключаться на фугасы, потому что фугасы здесь хорошие, то, в принципе, на шестерке можно показывать хорошие результаты. Также у Квин Элизабет достаточно хорошее ПВО. Можно разогнать до целых 7,2 км. Это будут универсальные орудия стрелять. У нас тут целых 20 стволов калибром 114 мм. И, конечно, если взять еще и ручное управление ПВО, то, в принципе, от, по крайней мере, шестого и седьмого уровня мы кое-как сможем отбиваться. ПВО здесь является плюсом данного корабля. Наверное, его можно и в ПМК попробовать заточить. Но дальность ПМК, скорее всего, будет около 6 км. Поэтому, не знаю, на шестом уровне хорошо это или плохо, но, как по мне, все-таки лучше затачивать его в ПВО, потому как, блин, авианосцы, знаем, линкоров очень любят и частенько пытаются, конечно же, на нас нападать. Также на британцы надо обязательно брать суперинтендант. Частенько обзорщики говорят, что суперинтендант не нужен, что столько хилок в бою не понадобится. И кто смотрел стрим, практически во всех боях я использовал все 5 хилок, потому что если, ну, достаточно грамотно играть, то вы будете долго жить и все-таки, скорее всего, все хилочки вам пригодятся. Поэтому берите обязательно суперинтенданта, это даст вам дополнительное количество ХП. Ну, а если вы, тем более, еще капитана качаете для более высокоуровневых линкоров британских, то там на 9-10 уровне дополнительная хилка нужна будет как воздух, потому что она там отхиливает до 50% ХП. Так что в случае, если вы капитана будете оставлять на этом корабле, ну, тут уж как хотите, если вы качаете для более высокоуровневых кораблей, не собираетесь потом сбрасывать перки, то тут суперинтендант просто-напросто обязателен. В общем-то, корабли достаточно интересные, и самое главное, что Квин Элизабет, вот сейчас вы видите, получая я стихийное бедствие, это первый линкор, наверное, в игре, на котором я получил стихийное бедствие, потому что разработчики позиционируют британские линкоры, как линкоры, которые должны играться, в том числе и на фугасах. Конечно, мне эта идея особо не нравится, потому что все-таки линкор это линкор, как по мне, он должен стрелять бронебойными снарядами, должен там выбивать цитадели, а не заниматься вот такой вот фигней, которой я сейчас занимался, просто-напросто настреливать фугасиками и сжигать вражеские корабли. Могу сказать также, что и меня, британцы, и другие линкоры в боях, также сжигали, переходя на фугасы. Ну, в общем, все прекрасно знают, как от фугасов и пожаров у нас подгорает. Конечно, эта особенность мне не нравится, но, тем не менее, я ей пользовался, потому что, если вы хотите реально накидывать хорошую домашку, то на Квин Элизабет по крейсерам лучше все-таки заряжать бронебойные снаряды, хотя иногда бывает и фугасы могут вынести по 10 и более тысяч, а уж по линкорам, скорее всего, проще стрелять фугасами, просто-напросто их поджигать и разводить на ремке, снова поджигать и таким образом выбивать себе домашку и, в общем-то, пожарами накручивать хороший средний урон. Хотя, если сказать по правде, то и фугасы по линкорам также могут зайти по настройкам тысяч на 10, помимо поджогов прямым уроном, но все-таки основной как раз профит у нас получается с пожаров. Поэтому, если вы качаете британскую ветку, то не стесняйтесь, на британцах, когда надо, переключаться на фугасы, как ни странно, особенно против вражеских линкоров. Тут все действительно очень хорошо получается, поджигают, выгорают, ну и как раз я специально показал этот бой, где я получил два поджигателя, по сути говоря, сжег целую кучу линкоров. Так что, если резюмировать, то кораблики пока что нельзя сказать, что какие-то кактусные. Да, это прям не какие-то супер имбы, но тем не менее на них спокойненько играешь в свое удовольствие, свою домашку они держат, плюс все-таки есть какая-то фишка по этим фугасам, может кому-то вообще нравится играть на фугасах, на линкорах и всех сжигать тому, как говорится, милости просим. Но, в общем, могут они показывать хороший результат, и я думаю, что по статистике пока что будут ничем не хуже, чем другие линкоры. Ну, а мне, конечно, интереснее сейчас уже перебраться на седьмый и выше уровни, потому что там все-таки кораблики более быстрые, более эффективные, больше стволов, калибр, и это мне больше нравится. Ну, а до шестого уровня хорошие корабли, могу, конечно, всем порекомендовать, качайте смело, ну, по крайней мере, думаю, не обожжетесь, а стульев сожжете очень много. Спасибо.